Когда оно стало деревом, то стало больше всех дерев, и птицы небесные укрывались в ветях его. Очень хорошо известная притча. Но сразу поставим несколько вопросов. Где это зерно взять? Если вышел сеятель сеять, притча это не разового содержания. Сегодня вот посеял и все. Две тысячи лет сеется это семя. Где это зерно? Кто его сажать должен? И где этот сад? Потому что если это подобно Царству Небесному, а Царство Небесное состоит из спасенных душ, это каждая душа должна быть садом, должна быть сеятелем и должна принять семя. Это малое семя. Я его никогда не видел, только по описанию, что мог достать, посчитал, оно маленькое, растет, превращается в дерево. Вот у нас тоже от березы семечки падают совсем маленькие, но тут еще, видимо, меньше. Премудрый Екклесиаз, то есть Соломон говорит так, 11.4, о том, как надо сеять. А что сеять надо? Иначе Царство Небесное не будет. Раз оно подобно Царству Небесному, значит, уже заранее приготовь семя, да побольше его наложи, да найди этот сад, да когда встать надо, да какая погода еще будет. А по погоде вот что сказано, кто наблюдает ветер, тому не сеять. Почему? Ветер отдувает семена. Если ждать будет погода, ну, когда веет, тогда надо, иначе им не кину не ответит. А когда сеять, не надо наблюдать ветер. А что такое ветры? Не увлекайтесь разным ветром учения, Павел говорит. Это ветры, учения. Давить нас будут, предупреждать. Я знаю, откуда ветры эти дуют. Сегодня полностью будут переходить они на то, чтобы заглушить посев, чтобы Слово Божие не распространялось. За месяцом мая следует месяц июнь. В июне что-то мы будем уже знать, потому что в мае собор будет, опять решателем что-то будут. Вот тогда мы можем уже говорить, что мы не хотели в плен идти. И, как некоторые говорят, вы же хотели в плен идти? Нет. Мы повиновались Богу, как Израиль, и пошли в плен. А Израиль не хотел идти в плен. И Иеремия не хотел идти в плен. Он просто покорил свою волю, воле Божьей. Вот что. И он пошел. Но мы-то договорились, что идти-то в плен вместе со священниками. Вместе с епископами. От Синода. Как мы договаривались-то? Израиль-то пошел. С ним ушли все вместе. А не то, чтобы нас теперь они бросили, и на наших спинах бы они пахали, беззаконие творили, проводили длинные борозды. А об этом мы разговор не вели. Такой плен нам не нужен, который повлечет за собой гибель души. Плен – это эпитемия. Это наказание, которое надо достойно выдержать. И в плену, что написано, садите виноградник, сейте, выдавайте дочерей замуж, жените сыновей. В придет время я вас возвращу. То есть плодитесь, очищайтесь. А не то, чтобы нас в плен взяли и сделали нас подобными им. Отдали нас в публичный дом. Почему? Потому что все обмерщенное, куда нас зовут. Прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? На прелюбодейство мы не соглашались. Такой плен нам не нужен. Мы категорически против его. А дальше что? Жаловаться Богу, кричать. Кричать будем «Сос!» Спаси наши души. А дальше будет видно, может, именно через нас Господь начнет пробуждение, покажет всю бессовестность этих вельцов от религии, которые торгуют душами людей. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. А мы будем сеять и сеять. Потом. А кто смотрит на облака? Тому не жать. Да вроде дождик будет сегодня, влажная погода. А дальше зима грядет. Вот окно, чистая погода. Скорее на поле, скорее убирай. Конечно, если не в субботу. В субботу Израиль отдыхает. Каждый день должны быть комбайны на готове ждать, когда жать. И не смотреть на облака. Пророк Амос 9.13 говорит. Вот наступают дни, когда пахарь застанет еще жнеца. Вина, отопшущее вино, сеятеля, все холмы потекут. Здесь что такое? Вот. Вышел сеятель сеять и жнец. Это означает сроки сомкнуться. Обычно, если жнец на поле, то поле отдыхает. Это будет усиленный посев. Богатая жатва. И все холмы потекут благодатью. То есть возвышенные. Готовьтесь к этому. Холмы это наши души. Возвышившиеся над мирскими суетными делами. Все жалуются. А у меня вот дел какие-то полно дел. Все работает. То на огороде. И некогда делом можем заниматься. И огород нужен. И мужа кормить надо. И детей воспитывать. Но душа бессмертная. Сожми все остальные работы. Оставь для души. Воскресенье Господу полностью. Смотри. Одни и те же люди у нас в субботу не ходят. Вы знаете. С кем близкие. Поговорите один в другой раз. Не уехали никуда. Они в городе. Почему? А два-три раза дальше уже это место зарастает. Этот порез затягивается. Они даже не чувствуют, что они уже удаляются. И не думайте, что они чем-то сейчас занимаются лучше, нежели в храме. И англо-то у спроса сказал. Тебе времени не хватает? Иди в храм. На все будет время. Так я пойду в храм, тогда вообще не сделанное. Ты не знаешь, как будет сделано. Ты не будешь пять раз одну и ту же работу переделывать. Ты не будешь в пробках на дорогах стоять. А только сядешь и уже дома будешь. Евангелист Матфея говорит. Вышел Сея Терсеевич. 18.7. Вышел. Не сидит дома. Вышел Господь. А Господь дело свое не закончил. Посылает апостолов. И проповедь. Сказали апостолу первую какую. И Христос воскрес. Другой проповедь. И уже проповедь. Ангелы пришли. Вот и сейчас и копели. И опять проповедь. Слава Вышел Богу на земле мир. Человек и благоволение. Они больше ничего не сказали. Это проповедь. Научитесь говорить краткое проповедь. И Христос воскрес. Это не просто игра какая-то. Люди многое не знают. Им надо напоминать. Евангелист Марк 4.14 говорит. Сеятель. Сеет. Слово. Все. А где слово? Святая Библия. Чтобы это семя взять и открыть надо. Оно запечатанное. Пока Библия дома лежит неоткрытая. Евангелие не считаешь. Оно все еще там запечатанное. Развязывайте эти мешки. Наполняйте руки. Наполняйте язык. Наполняйте сердце. И теперь будешь везде разбрасывать. Так легко свидетельствовать о Господе. И каждый день подводи итог. Что я сегодня высеял. Вот как-то Господь узнает. Желаешь ты или не желаешь свидетельствовать. Вот проедут до Москвы. Я говорю. А кому говорил? Как кому? Да никто не хочет слушать. Неправда. Я скажу, что неправда. Потому что я ездил этими дорогами. Это в прошлые годы, конечно. Сейчас. Я на остановке так дошел. И пока дошел двоим за свидетельством. На остановке еще троим. В автобусе четверым. На уши в университет пришли. Там 10-20 человек бывает. С кем бы ты ни встретился. Где бы ты пару слов ни сказал. Немедленно сразу должен говорить. Подавчера приезжает сюда. От главы администрации города. Приехали меня поздравлять с Рождеством. Я завтра прочитаю это все. От мэра города. И привезли подарок. Вылазили с машины. Уже предупредили. Позвонили. Я вышел. Вышел. Руки назад. Я говорю. А вот. Я принимать-то ведь не хочу подарок. Как так? Празднично одетый. Вылез человек. Я говорю. Я хочу знать. Вот я не приму. Вы сейчас доложите. Как это будет выглядеть? Да вы что? Я говорю. Я проповедник христианский. Я не имею права брать. Подарки закрывает уста. Я приму подарок. А потом. Как мне тебя обличить? А мэра в городов сажают. Я говорю. Они взяточники. Они беззаконники. А может и наш такой же. Да вы что? Да он же. Ну. Надо взять. Он не знает что сказать. Я не могу взять. Так это. Он умный человек. И сразу говорит. Это для детей подарок. Ну детям я передам. Но скажите. Я ничем не обязан. Меня не связывайте. Мои книги именно этим отвечают. Что у меня нет цензора. Кроме совести и Бога. И поэтому книги эти. Люди будут особым спросом пользоваться. Люди будут искать. По своей совести находить. На сегодня они уже говорят это. Язык мой. Мысль моя. Сердце ничем не должно быть связано. Сеятель вышел сеять слово. Вот оно лежит. Начинай наполнять корзинку свою. И ты увидишь. Как ты к разговору зашел. Разговор зашел. И такие, говорит. Семена порченные выдает. Не знает где написано. Не знает как правильно написано. Семя должно быть чистое от мекины. Мекина это примежь человеческих вымыслов. Марк. 4 глава. 33 стих. Что оно как горчичное зерно. Которое когда сеется в землю. То меньше всех семян на земле. Потому как апостолы вышли на проповедь. Они ничем не обладали. Ни одного семинариста из них не было. Ни одного академика. А посмотрите какие вы простые. А у язычников то огромный был опыт. Своя культура. Целая библиотека. Александрийская библиотека на весь мир славилась. Переводы самых лучших книг. И всего лишь одно Евангелие. Да и книг то Бог не дал никаких. Идите по всему миру и пропадите Евангелие. А Евангелия то никакого и не было. Евангелие то напишется через 10 лет. Евангелие это не книга. Евангелие это благая вещь. Что Иисус умер за нас. Что Бог Его послал единородного Сына. Который взял добровольно наши грехи. Который страдал, терзаем был, бечуем. И отдал жизнь на кресте. Вот эту благую вещь. Люди вы уже спасены. Вы не знаете. Примите Христа. И сегодня получше спасение. Ты разгонник. Примет тебя Христос. Ты блудница. Примет тебя Христос. Потому что такая распустила волосы. Это омывало его ноги. И он сказал. Иди, прощаются тебе грехи. Что бы ни сказали. Ты скажи. Я такой. Но и таких Бог прощает. Ты любого найдешь. Впереди тебя прошедшего. Иаков 3.16. Плод же правды в мире сеется у тех. Которые хранят мир. Тебе идти на пропоть. А жена тебя, говорит, раздраконила. Ну и все. Вышел. И стоишь и пустой. Вы если чувствуете, что братья или кто-то идет на благовестие. Замрите. Свои неурядицы все оставьте дома. А наоборот. И когда благословит тебя Господь. Ты вместе с ним участвуешь. Охлади его. Даже что-то неладно. Дети. Все удали от него. Чтобы у него в голове, в сердце было только Евангелие Христово. Как людям рассказать о любви. Плод правды сеется в мире у тех, которые хранят мир. А которые не хранят мир. Да ничего там нет. Или война. Первое Коринфянам 15.42. Как оно? Так при воскресении мертвых. Говорит. Сеется тление, а восстает и нетление. Тление это прах. А восстанет человек нетленный. Молодой. Скорби, болезни не будет. Какие же мы там будем? Там если одного возраста будем. И вот то, что у нас какие-то недостатки сегодня, болячки. Это все уйдет навсегда. Как будто никогда не было. Сеется в уничижении, а восстает в славе. В третьей книге Езер 16.44. Сеятель пусть думает, что не пожнет. И виноградарь, что не будет собирать виноград. Я вот что сею и все время думаю. А когда я увижу эти плоды? Не увидим. 15-летие потеряевки справили. А второе это 15-летие. Нам уже не справить. Нас не будет. Поэтому сеющий не должен ожидать сам получить плоды. Плоды уйдут за нами. Будем как на поле навозом для добрых семян. Иеремия 12.2. Ты насадил, и они укоренились. Выросли и приносят плод. Когда считаешь до этого места, думаешь, как хорошо. И посадил, и ради чего посадил уже плоды. Ты, ну, замечательно. Но дальше говорит, в устах их ты близок, Господи. Но далек от сердца их. И последнее слово. Ставит человека в бессвыходное положение. Я дал все тебе. Ты родился. Ты ходишь. Ноги, руки. Ну, болеешь где-то. Ну, сколько которые хуже тебя. И все-все дал тебе. И все время, Господи, Господи. А сердце далеко-далеко. Вот какие места пророки сказали. Из Викиль 7.10. Пришла на пасть. Жезл вырос. И гордость разрослась. Еще какие посевы бывают. Значит, сеять нужно со смирением. Да будет воля Твоя. Господи, а кому Ты разрешишь возвестить? Есть много людей, которые совершенно ничего не знают о Боге. Они никогда не читали Евангелие. Это нам кажется, ну, мы знаем, и все так знают. Нет. Они сейчас смотрят телевизор. У них такая пустота. Отними телевизор сегодня, они с ума начнут сходить. Из Викиль 16.7. Ты вырастил ее. И она стала большая. Кто? Невеста. Поднялись груди. Выросли волосы. Описание дается. А что груди? Два завета. Бог снабил церковь всем. Какое благолепие в православии. Какая красота. Ни один храм в мире внешне так не украшен. Нет такого красочного богослужения, как у православных. Если бы ко всему сердце-то прилеплялось, цеплялось бы за это. И что? Все самое лучшее, что я дал, Господь говорит. Ты употребила для блуда. Я тебе дал муку, молоко, вино. И ты все употребила на любовников твоих. Когда считаешь, о чем это? Израиль. Израильское сердце. Израиль страна. Синагога, левиты. Все уклонились. И пророк обличает. Ясно, что они их не любили. Мы когда сегодня говорим, церковь беззакония, проповеди нет, с улицы любой приходит, любой причащается. Это состояние на сегодняшний день православной церкви. Я все дал тебе. Я вырастил тебя. Ты лежала брошенная. Деяние 11.6. И вот показано было Петру пресмыкающиеся и птицы. Написано, что вырастет, когда дерево из горчичного, то птицы укрываются. А при чем птицы? Но ему было показано, Петру, что там птицы. Он говорит, заколи и ешь, я не буду ехать. Это люди. Разные нации. Высокого полета мыслей, философы. Люди умственной работы. Это как птицы. И они укрылись в евангельских ветвях. Мы таких не должны обходить. Евангелист Лука 13.34. Вот сколько раз, говорит, я хотел собрать щад твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои. Вы не захотели. Значит, птицы это люди. Птицы это ангелы, которые укрываются, находят покой в душе, которая приносит большой плод. Так объясняет блаженный Феофилат. Если это всеми попало в наше сердце, мы должны видеть, ну кто-то может укрываться в тени, которые мы бросаем. Люди находят ответ или нет. Вот у меня сегодня, ну я беру просто на практике звонок. Звонят из Казахстана. А вот у нас, батюшка, общую исповедь делает, и явно народу немного. А вот для чего это? Только для денег. Ходить к нему или не ходить? Вопрос. В другой республике ходить. Другого-то ведь нет. А кому ты пойдешь? К мусульманам не пойдешь, к католикам не пойдешь. А вы сделайте вот что. И ты один, может, недовольный такой? Ты же не первый раз спрашиваешь. Да нет, тут многие недовольные, вот так они делают. Иоанн Крашка скидал под соблазн. Он может день и ночь сейчас каяться. Беззаконники. Люди вообще не исповедуются. Махнул, просто, и Петрофилю фартуком, и все, заходи. Любой может причащаться. А вы соберитесь вместе. И начните об этом священнике молиться. Объявите пост. Вы пробовали, нет? Ну попробуйте, вы посмотрите, что изменится. Нам выхода-то никакого нет. И мы сейчас, ожидая мая, не просто должны сидеть, усилить молитву. Господь что-то сделает. Я не знаю как. Но я абсолютно точно уверен, что это дерево, которое выросло, оно предназначено для птиц, не для змей. А змей, это значит, все присмыкающиеся туда будут лезть. Если мы являемся этим деревом, а дерево от семени, от Слова Божия, а мы от него возродились, и мы в нем возросли, мы будем абсолютно уверены, что нас Господь не покинет, что мы сделали с пристанищем шакалов, с пристанищем змей-скорпионов. Мы должны быть для птиц небесных. Чтобы труды святых отцов в нас вмещались, Слово Божие находило покой в нашем сердце, чтобы ангелы нас не покинули. И может мы будем тем самым горчичным зерном, тем деревом, на которое будут люди смотреть и показывать. Смотрите, мы до конца удержались. Мы, я вам говорил, мы молимся во время собора, когда был собор. И какое бы решение там, в Сан-Франциско, не приняли, примем мы его. Я молюсь о смирении моей души. У меня все противится против объединения. Но что они решат, я покорюсь. А они сейчас сверх этого пытаются что-то еще делать. Это беззаконие. Мы будем дальше настаивать на том, чтобы они дальше решений, на котором присутствовали наши братья, нигде никуда не шли. Чтобы мы остались у них. Слово сказать, я уже не первый раз считаю об этом, что Лавр высказал желание, чтобы приходы на территории России остались под его рукою. Мы больше ничего не хотели. Итак, если эта притча действительно для нас, то и результаты будет для нас. Господь сохранит нас, не подпилит и не уронит. Аминь. И идите поклонимся в царею нашему Богу. И идите поклонимся.